Вы, когда обнялись с Константином, что он вам говорил? Или это очень лично? Ну, я это говорю, напустим, определенные слова, он подпитывал меня уверенностью, мотивировал меня. Что конкретно, говорю, для меня, мы же не просто обнялись в этот момент, да? Если бы мы хотели бы сказать это на всеобщее, он говорил бы это громко. А тут он чисто нашептал мне определенные вещи, которые меня мотивируют, которые повлияли на меня, я думаю. Второй вопрос. Ближе к двое, я вижу, у вас уже меняется психология, максимально собран, серьезен. То есть все как обычно, все хорошо, у нас нет причин для беспокойства. Это серьезность, это просто настрой перед боем. Ну, да, уже все, ну, там, уже улыбочки. Я волнуюсь, я не скрываю, я волнуюсь. Это же мой, всегда что-то первое бывает волнительным. Вот. Я волнуюсь, но никогда не позволял я волнению пожирать себя, да? В конечном итоге я пожираю его. Да, пусть будет немножечко серьезным выражением лица, пусть будет немножечко без улыбки, но я пожираю это волнение. Не позволяю ему пожирать себя. Вот поэтому сейчас уже более, более настрой, настрой более боевой сейчас, да? Так-то я, возможно, сейчас выйду я, да, и будем улыбаться, будем веселиться там со своими тренерами, там общаться, например, с Константином выйдем отсюда, мы сядем сейчас чай попить, там тоже повеселимся, пообщаемся. Но в данный момент я пришел сюда, и я серьезно настрой. Жесткие тренировки, они будут, поверь мне, это, это, вот и Константин не даст соврать, это разминочка перед тренировкой, на самом деле. Жесткие тренировки, они бывают, у вас камеры вспотели бы. А это сейчас мы уже подводящая тренировочка, подводящая, открытая, когда вот немножечко там наработочки, немножечко советов. Вот, это, это такая вот, ровно столько, сколько необходимо сделали перед, за пять дней до боя, и все. Все равно вес же подгонивать надо, потеть надо. Ну да. Считаешь ли ты, что твоя победа над Дурадолой может ударить по боксу в целом? Ну, типа вот пришел там боец ММА и перебил боксера, который занимается этим всю жизнь? Нет, не может никак удалить, я тоже занимаюсь этим всю жизнь. Я тоже боксирую всю жизнь, пусть не на профессиональном ринге, но ко мне приходят мастера спорта, международники, и мы с ними боксируем в зале. То есть это нормально, я всю жизнь боксирую. Пусть будет. Когда меня видят в ММА, они видят немножечко корявую технику, исходя из того, что мне где-то нужно взрываться, проходить ноги, да, например. Я расставляю очень широко там ноги, и немножечко у меня. Другая работа будет такая корявая, кривая, да, но... Эта работа как бы подготавливает мой вход в борьбу. А в данном случае, когда приходят боксеры, мы чисто боксируем, и моя техника немножечко отличается, моя боксерская техника, от техники, которую я демонстрирую в ММА. Да, 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 да! Если бы вам дали бой по боксу с Минеевым, как бы ты оценил свои шансы? Их было бы больше, чем перед боем против Дурадолы. Минеев очень хороший оппонент, но я думаю, как боксер Дурадола посерьезнее будет, чем Владимир Минеев. Ну, как боксер, я уверен. Владимир Минеев хорош, чередуя ноги с руками. Ну, вот отдельно, как он работает руками, я, во-первых, не видел, да, чтобы сейчас давать какую-то конкретную оценку. Я знаю, что он хороший боксер, да, ну, этот, кик-боксер, да, и хороший боец смешанного стиля. Вот, а какой он в боксе, я не видел, поэтому оценку... Но по моим ощущениям, да, я выхожу сейчас профессиональным боксером, Минеев на профессиональном ринге и вообще никогда не проявлял себя, как и я. Да, поэтому оценку дать такую не могу, но так как это профессиональный боксер, для меня это, ну, более волнительно, нежели если бы я вышел бы там с Владимиром Минеевым боксировать. С кем в своей карьере ты проводил самый жесткий боксерский спарринг? И как это выглядело? Там, может, Хамзат Чимаев, например? Хамзат Чимаев, да, отметить могу Хамзата Чимаева. С Анкалаевым у нас были достаточно жесткие спарринги, с Мухаммадом Анкалаевым. С боксерами более такие сдержанные были, на самом деле, спарринги. Были так, ну, достаточно жестковатые, но сдержанные. А вот, да и с Анкалаевым, с Чимаевым тоже сдержанные, но иногда бывает немножко жесткий спарринг, да, более жесткий, иногда менее жесткий. Да, и вот могу отметить Рамазана Имеева, Мухаммада Анкалаева, Хамзата Чимаева. Вот три парня, которые мне запомнились после спарринга. Да, хороший, жесткий. Да, и Ислам Муртазаев. Ислам Муртазаев. Но это все, опять же таки, это все в смешенном. Только с Хамзатом мы чисто боксировали, а все остальные были в смешанном стиле ММА. Ты готов? Да, очень-очень-очень. Очень-очень-очень? Очень-очень-очень. Нет! Пока, когда ты встал в ринг. Такая разница между ММА и настоящим боксингом будет очень сильная. Хорошо, спасибо. Ты очень хороший парень. Спасибо. Спасибо. Ну, может повлиять. Если это будет глухой нокаут, но ничего не произойдет, я надеюсь. Если он меня там глухую нокаутирует, то может как-то повлиять. Но я в нокаут падать не собираюсь. Иншало. Это немножко другая площадка. Почему она должна как-то влиять на мои противостояния в ММА? ММА – это отдельная площадка. Бокс – это отдельная площадка. Да, на моих последующих поединках в боксе, возможно, как-то это поражение, если оно будет, может повлиять. А на мои противостояния в ММА? Ну, вот как может мое противостояние в боксе повлиять на борцовскую схватку, например? Это борьба, это бокс. Это ММА, это бокс. Разные виды. Если я в борьбе проиграю борцу, то это на мои борцовские какие-то схватки может повлиять. С боксером на мои боксерские. С бойцом ММА на мои последующие бои по противостоянию в ММА. В контракте никаких таких моментов нет? Ну, нет. Ну, смотри, Шлеменко будет драться 1-го апреля, 2-го апреля будет с Адиловым драться с очень серьезным бойцом, чемпионом Лиги ЭФС, Хавиба Лиги. Вот, и он не менее рискует, да, чем я. Так что, надеюсь, у него все хорошо будет, да, со здоровьем никаких проблем не будет. И у меня, надеюсь, никаких проблем со здоровьем не будет. Ну, это как, у меня как разогрев, да, я не могу. Сейчас Шлеменко, получается, будет в тонусе, да, а я буду простаивать. Мне нужно, нужно было что-то, и мне хотелось чего-то нового, чего-то, новый вызов, да, немножечко мотивирует. Знаешь, как в одном зале ты устаешь от одного зала очень сильно, а ты идешь, меняешь атмосферу, заходишь в другой зал, в новый, и ты там более мотивирован, у тебя лучше работа идет, новая обстановка. Вот такая же ситуация. Потом ты возвращаешься обратно в свой зал, и там тоже у тебя четко все идет, потому что отдохнул от этого зала. Вот тут ситуация такая же, я как бы иду в бокс, немножечко развеяться. Я боксировал на Олимпиаде, которую ты выиграл, а еще мне нравится твой апперкот, который ты проводил в бою с Диллианом Вайтом. Бам, вот так.